Осенью 1943 года Киев оставался в руках немцев, но с востока уже был слышен грохот орудий, предвещавший скорое освобождение столицы Украины. Немцы, отступая, сражались отчаянно, а освободители впереди ждало еще одно нелегкое испытание – переправа через широкий и полноводный Днепр. В помощь войскам, которые должны были освобождать Киев, командование подготовило воздушно-десантную операцию. А сами десантники успешно тренировались, еще ничего не зная о том, куда их направить. Петр Неживенко, Исай Стротиевский, Григорий Чухрай. В фильме «Воздушный десант» из цикла «Освободители». В конце июля 1930 года на аэродроме под Воронежем руководство военно-воздушных сил Московского военного округа собралось, чтобы понаблюдать за тем, как летчики, минув и Машковский, выполнят прыжки из самолета с парашютом. Это были уже не первые прыжки с парашютом в стране, но больше добровольцев, кроме Минова и Машковского, не нашлось. Летчики в своем большинстве скептически отнеслись к этой затеи. Нормальный человек, исправный самолет на тряпку не поменяет. И тем не менее, уже через неделю подразделение из 12 человек, выполнив прыжок, подобрало сброшенное на парашюте оружие и было готово к боевым действиям. Так родилась совершенно новая, удивительная по тем временам крылатая пехота. Но для того, чтобы она превратилась в новый род войск, нужны были обученные люди. Не прошло и полгода, как комсомол взял шефство над воздушным флотом нашей страны. Парашютизм стал массовым видом спорта и любимым занятием молодежи. В крупных и малых городах в парках появились 20-метровые вышки. К ним был прикреплен парашют с противовесом, который обеспечивал плавное снижение даже с этой небольшой высоты. Прыгнуть с таким парашютом мог любой желающий. Билет для взрослых стоил 10-15 копеек. Школьники прыгали бесплатно. Одновременно начали появляться аэроклубы, а при них парашютные кружки. Молодежь, которая в ту пору, что называется, болела авиацией, сразу устремилась туда. Набор в аэроклубы был ограниченным, а вот парашютный кружок попасть было проще. Советский Союз стал родиной ВДВ. Первый в мировой истории парашютно-десантный отряд был создан в Ленинградском военном. И уже в 1931 году он представлял собой полностью готовое к бою воинское подразделение из 480 парашютистов с 18 самолетами. Вспоминает Исай Стратеевский. В бригаде собрали отборный народ, гордость нации, физически крепких и грамотных ребят, патриотов Советской Родины. Два года спустя на их базе уже были организованы 4 воздушно-десантные бригады специального назначения. А уже в 1935 году, когда даже самые передовые армии мира предпринимали лишь скромные попытки включать парашютистов в вооруженные силы, Советский Союз на маневрах под Киевом задействовал десант из 1200 солдат. Приглашенные на маневры иностранные военные атташе были поражены. Особенно серьезно к увиденному отнесся немецкий полковник Курт Штуден. Его доклад стал решающим аргументом в пользу организации в Германии полка парашютистов под названием «Генерал Геринг». В СССР ВДВ в это время развивалось, крепло и росло в численности. Перед войной страна располагала пятью воздушно-десантными корпусами, в которых служило около 50 тысяч десантников. К началу войны в тылу было развернуто еще пять корпусов. Но поражение первых месяцев войны и потеря большого количества самолетов заставили военное руководство использовать десантников не для операций в тылу противника, а как простую пехоту. Дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Александр Родимцев, в 41-м командир воздушно-десантной бригады, вспоминал слова начальника штаба Юго-Западного фронта генерала Пуркаева. «Да сейчас такая обстановка, товарищ Родимцев, что и без прыжков очень легко можно оказаться в тылу противника. Некоторые наши части и даже соединения уже находятся в окружении, а вы собираетесь прыгать». В конце июля 1941 года, когда немецкие войска прорвались к Киеву и заняли аэродром в поселке Жуляны, командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос ввел в бой 3-й воздушно-десантный корпус. Первой в сражение вступила 6-я воздушно-десантная бригада под командованием полковника Виктора Желудева. 6 августа бригада атаковала немецкие позиции. В результате отчаянной атаки, перешедшей в рукопашную, аэродром и поселок были освобождены. На следующий день в районе Киева в бой вступили 212-я воздушно-десантная бригада полковника Ивана Затевахина и 5-я бригада полковника Александра Родимцева. 8 августа немцы предприняли штурм аэродрома. Десантники отразили не менее 10-ти вражеских атак, неоднократно вступая в рукопашные схватки. 9 августа бои приняли еще более ожесточенный характер. Утром на позиции советских десантников обрушился шквальный огонь артиллерии. Посыпались авиационные бомбы. Фашисты бросились в атаку. Лишь ценой огромных потерь через 4 дня им удалось вновь захватить аэродром Жуляны. Спустя несколько дней на рассвете 13 августа 3-й воздушно-десантный корпус перешел в наступление. Три бригады одновременно атаковали врага, отбросив его от Киева более чем на 15 километров. Отсутствие в их частях тяжелого вооружения приводило к таким потерям, что грозило гибелью всего рода войск. Осознав это, советское командование к августу 1941 года вывело все воздушно-десантные части из состава фронтов в резерв ставки. В начале 1942 года была проведена Вяземская десантная операция. Самая длительная операция подобного рода. С 27 января по 2 февраля в тылу немцев в районе Вязьмы было сброшено около 2000 человек. Следующий десант из 7 тысяч человек состоялся в ночь на 23 февраля. Десантники должны были вести наступление из немецкого тыла с целью захвата железной дороги Вязьма-Киров и выхода к Вязьме-Дорогобужу-Юхнову. Им противостояли не менее пяти пехотных полков противника, которые занимали укрепленные позиции и имели артиллерию и авиационную поддержку. Выполняя поставленную задачу, советские десантники продвинулись на ряде направлений примерно на 22 километра. Основные силы советских войск должны были вести наступление навстречу десанту от линии фронта. Но развить наступление они не смогли, и десантники, находящиеся в тылу врага, вынуждены были перейти к обороне. Три тысячи десантников, оставшихся в живых, вели бои с марта по конец апреля. В мае они начали прорываться к своим войскам, но удалось им осуществить это лишь к 28 июня. Вяземская операция не достигла поставленных задач, однако обеспечила успешные действия войск, которые наносили основной удар по немцам под Москвой. К сожалению, приобретенный в боях опыт так и не получил развития. Из-за больших потерь самолетов в первый год войны и других трудностей в обеспечении десантных операций, 10 воздушно-десантных корпусов были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии. Однако в 1943 году, обстановка изместной армии на юге и в центре, немецкая оборона рухнула, и фронт покатился на запад. Началась гонка к Днепру. Войска от Смоленска до Азовского моря пришли в движение. Красная армия шла вперед огромными по пехотным меркам темпами. Так войска Степного фронта проходили в день в среднем 9 километров. Командование стало задумываться о предстоящем форсировании Днепра, одной из крупнейших рек в европейской части СССР, шириной на некоторых участках до 4 километров. Именно здесь десантники должны были сыграть свою роль. Началось формирование новых десантных бригад, которые должны были помочь войскам в форсировании реки. Отступающий противник делал все, чтобы задержать наступление советских войск. В каждом городе, деревне, на каждой высоте оставался небольшой немецкий гарнизон. Отступая, немцы оставляли освободителям выжженную землю. Разрушению подвергали все инфраструктурные объекты, водонапорные башни, железные дороги, мосты. Угонялось население с целью лишить советские войска продовольствия и возможности пополнения армии. Сжигались дома. Эти 300 километров до Днепра бойцы и командиры Красной Армии запомнили на всю жизнь. Тем временем в тылу шло формирование десантных бригад. Подготовка десантника начиналась с изучения парашютного дела. Новички изучали конструкцию парашюта и правила его укладки. Занимались на тренажерах, осваивали подвесную систему, отрабатывали приземление. Через неделю-две начинались учебные прыжки с 40-метровой вышки или с аэростата, которые десантники за характерную форму называли колбасой. Аэростат обычно поднимали воздух на высоту 800-200 метров, а иногда и ниже, чтобы большее количество бойцов успело совершить прыжок. Уже во время прыжков с аэростата находились те, кому было страшно прыгнуть вниз. В этих случаях инструкторы, как правило, сами выталкивали колеблющихся. Вспоминает Матвей Лихтерман. Инструктор орет, не прыгнешь, в штрафную пойдешь. И вдруг каким-то резким движением выкидывает солдата через дверцу корзины. Прыгнули, приземлились. Смотрим, идет этот мужик, целый и счастливый. И заявляет, здорово получилось. После отработки прыжков с аэростата, десантники начинали осваивать прыжки с самолетов Ли-2 или ТБ-3. Прыгали днем и ночью, с оружием и без. На борт Ли-2 во время тренировочных прыжков брали по 25 десантников за раз. А в тяжелый бомбардировщик ТБ-3 до 50 человек. В ходе полета десантники сидели на скамейках по бортам салона. Когда самолет выходил в прыжковую зону, в салоне загоралась красная лампочка. Сигналом также мог служить белый флажок штурма на самолетах. По сигналу десантники выстраивались по обеим сторонам салона и пристегивали карабины своих вытяжных фалов к металлической балке или тросу, который проходил под потолком вдоль самолета. После этого открывалась дверь или створки бомболюка, и десантники по очереди выпрыгнули. Выпрыгнув, нужно сгруппироваться, чтобы не попасть в штопор. Через несколько секунд следовал рывок, вал, прикрепленный к тросу, в камине самолета вытягивал парашют, флопок, а парашют раскрылся. Перед приземлением требовалось развернуться спиной к ветру, так, чтобы земля шла подлингой. В этом случае риск получить травму будет минимальным. Таким был удачный прыжок. Но иногда случалось иначе. Стропы парашюта могли запутаться, а иной раз он вообще не раскрывался. На этот случай при тренировочных прыжках всегда имелся запасной парашют. Но если основной парашют по какой-то причине, например, из-за спутанных строп, раскрывался не полностью, был риск, что запасной парашют спутается с ним, и парашютист погибнет. Хорошо, если высота позволяла, и оставалось время перерезать стропы основного парашюта. Для этого у десантников во время прыжков на поясном ремне всегда висел финский нож. Поскольку он был прежде всего оружием, то не имел ни изгиба, ни специальных зазубрин на лезвии. Но в качестве стропореза этот нож был вполне применим. Тем не менее, спастись в экстремальной ситуации удавалось не всем. Дурную службу в таких случаях служил страх, недостаточные навыки или халатность при укладке парашюта. Вспоминает Петр Неживенко Парашют любит, чтобы ты его любил. Должен уложить так, как положено. Тогда он безотказный. Если десантник обладал достаточными навыками и не терял самообладание, то в большинстве случаев он выходил невредимым даже из опасных ситуаций. Вспоминает Семен Никельшпур У нас в батальоне один солдат зацепился парашютом за хвостовое оперение самолета. Но догадался перерезать стропы основного парашюта и спустился на землю на запасном. Надо сказать, что решиться на первый прыжок с самолета мужества хватало далеко не каждому. Отказчиков выталкивали из самолетов, а тех, кого не смогли вытолкнуть или убедить, что прыгать надо, чаще всего без шума отправляли в пехоту. Впрочем, инструкторы старались помочь своим подопечным побороть страх не только с помощью пинков и угроз, но и показывая личный пример. Вспоминает Матвей Лихтерман Инструкторы были профессионалами. Чтобы избавить нас от страха прыжка, они постоянно демонстрировали нам какие-то сложные, чуть ли не акробатические прыжки. Дошло до того, что в самолет рядом с будущими десантниками садились врачихи из бригадного санбата и прыгали вниз, держа в руках букетик цветов. Паба прыгнула, а я что, не смогу? Женщины служили в десантных частях наравне с мужчинами. Как правило, они были водителями, связистками, врачами и медсестрами. Но при этом каждая должна была уметь прыгать с парашютом, стрелять. Обязательно училась рукопашному бою. Вспоминает Исай Стратеевский Готовили нас в основном к ночным действиям. Часто по ночам мы проводили учения. Например, имитируя штурм и захват немецкого аэродрома или проведение различных диверсионных действий в глубоком тылу. Мы проходили усиленную подготовку по рукопашному и штыковому бою. Большинство десантников прошло обучение у связистов. Синие пилотки были не просто символом рода войск. Морально-психологическая установка десантников была одна. Выполнение задачи даже ценой своей жизни. Вспоминает Семен Никельшпур Нас очень хорошо готовили психологически. В принципе, любая высадка в немецком тылу в нашем восприятии была связана с неизбежной, но геройской гибелью. И мы гордились и бравировали своей готовностью отдать жизнь за свою страну. Зачастую десантники даже оставляли для своего последнего боя на ремне под сердцем ручную гранату. Это не было приказом, исходившим от командиров. Это было желанием самих десантников, чтобы в критическую минуту подорвать себя и прихватить с собой несколько вражеских солдат. Основным штатным оружием рядового десантника был карабин. Офицеры обычно были вооружены автоматом ППС в конструкции Судаева, специально разработанной для применения в десанте, разведке и там, где требовалось компактное оружие. Однако для применения в тылу врага во время ближнего боя более эффективным считался автомат ППШ-41, ставший одним из символов Красной Армии. Пистолет-пулемет конструкции Шпагина ППШ-41 был простым и надежным автоматом. И что было самым главным в первый период войны, его производство оказалось возможным без применения высококвалифицированной рабочей силы и дорогого оборудования. Стрелял ППШ пистолетными патронами калибра 7,62 мм. При стрельбе практически не было отдачи и обеспечивалась точность попадания на дальностях 150-200 метров. Малая прицельная дальность с лихвой компенсировалась высокой скорострельностью и большим магазином, благодаря чему ППШ-41 был превосходным оружием ближнего боя. Советские бойцы ощущали преимущество своего оружия перед вражеском. Вспоминает Валентин Цветков. Из автомата немецкого стрелять приходилось, но он и в сравнении с нашим ППШ не идет. У ППШ в круглом диске 71 патрон, а у немецкого 32, почти в два с половиной раза меньше. Дисковый магазин автомата был сложен в производстве, а его набивка патронами занимала слишком много времени. По этой причине на втором году войны ППШ начали оснащать секторными магазинами на 35 патронов. Единственным очевидным недостатком ППШ был его значительный для подобного оружия вес – более 5 килограммов вместе с дисковым магазином. Однако по-настоящему критичным это было только для разведчиков, которым для быстроты и бесшумности передвижения требуется предельно легкое оружие, вследствие чего наши разведчики часто использовали немецкий автомат. В действительности оба автомата, хотя правильное их название – пистолеты-пулеметы, и ППШ, и МП имели свои достоинства, и создавались они, исходя из различных требований к их боевому применению. А потому в целом более подходящим для русского фронта оказался именно ППШ. Немцы, изначально создавая МП, делали ставку на компактный образец оружия для парашютистов и танкистов. Отсюда и складывающийся приклад, и сравнительно невысокий темп стрельбы для экономного расходования патронов. ППШ имел магазин большей емкости, лучшую прикладистость, и благодаря эффективному дульному компенсатору лучшую кучность стрельбы. Скорострельность ППШ-41 была в два раза выше, чем у МП-38. Это, с одной стороны, приводило к менее эффективному расходу боеприпасов, ППШ даже называли «пожирателем патрона», но, с другой стороны, обеспечило высокую плотность огня, что давало явное преимущество в ближнем бою. Немецкий автомат из-за низкой скорострельности при стрельбе очередями издавал характерное стрекотание, за что его даже прозвали «отрыгивающий трещотка». При этом низкий темп стрельбы оказался критичным в условиях Восточного фронта. Если внутрь МП-40 попадала грязь, автоматика переставала работать. Более того, подогнанные друг к другу с немецкой точностью детали автомата делали его малопригодным к использованию в жестокие русские морозы. Фактическая прицельная дальность стрельбы ОМП-38, МП-40 была ниже, чем у ППШ и не превышала 100-150 метров. Определяющую роль здесь играло использование в ППШ патрона 7-62, в отличие от 9-мм патрона в немецком автомате. Меньший вес пули означал ее большую начальную скорость, большую настельность траектории, меньшее время полета до цели и, соответственно, большую вероятность попадания. Однако и то, что немецкая пуля была более тяжелой, также имела свои преимущества. Ее останавливающее действие было сильнее, что в ближнем бою отчасти сводило на нет преимущество скорострельности ППШ. Немецкие войска точно так же, как и наши бойцы, охотно пользовались трофейными автоматами противника. Вермахте захваченные ППШ нередко переделывались под немецкие патроны и магазины от МП-40. Однако ВАФН-СС, элиты немецких войск, предпочитала ППШ в первоначальном варианте, при том с дисковым магазином. Неудивительно, что обычные советские бойцы, которым не приходилось постоянно ходить в разведку, любили свои автоматы и жаловались на тяжесть ППШ только во время долгих пеших марш. К концу сентября 1943 года советские войска на широком фронте вышли к Днепру. Командование приняло решение форсировать реку с ходу. Для переправы огромной массы войск, штатных плавательных средств, катеров, баршей, лодок катастрофически не хватало. Солдаты делали плоты, а иногда просто заворачивали в плащ-палатки снопы и соломы и зашивали нитками. Получалась большая подушка, за которую можно было держаться, чтобы не утонуть. Не доставало и понтонных мостов. Поэтому плоты сооружали даже для переправы орудий и танков. Ночью 22 сентября первые советские части начали форсирование Днепра. Как только большинство плавсредств дошло до середины реки, немцы открыли огонь с противоположного берега. Температура воды в Днепре была около 15 градусов. Волны от разрывов снарядов словно в шторм переворачивали плоты и кидали из стороны в сторону бойцов на их набитых соломой вещмешках. Кто-то погибал от прямого попадания. Со всех сторон раздавались крики раненых, тонущих, ржания перепуганных, упавших в воду лошадей. Однако уже к утру советские войска захватили плацдармы на правом берегу реки. Наиболее перспективным в полосе Воронежского фронта оказался плацдарм, захваченный у города Великий Букрин южнее Киева. С него открывалась прямая дорога к столице Украины. Плацдарм был захвачен передовыми отрядами 3-й гвардейской танковой армии и 40-й армии. Но подход основных сил этих войск задерживался. Чтобы удержать и расширить захваченный участок Днепровского берега, командование приняло решение выбросить в тылу противника воздушный десант. Для этого в начале сентября 43-го года были выделены 1-я, 3-я и 5-я гвардейские воздушно-десантные бригады общей численностью до 10 тысяч человек. Днем 24 сентября на аэродроме города Лебедин Сумской области, где располагались советские десантники, внезапно раздался сигнал «воздушная тревога». В небе появился вражеский бомбардировщик, но не бомбил, а сбросил листовки. Ждем вас, прилетайте, мы обещаем вам теплый прием. Вспоминает Григорий Чухрай. Нас эти листовки не смутили. Если бы они и вправду могли устроить нам теплый прием, рассуждали мы, а они бы не стали предупреждать нас. Несмотря на режим строжайшей секретности, немецкой разведке удалось узнать о готовящейся операции. Однако она не имела представления ни о месте выброски, ни о силе десанта. Под Сумами и Харьковом на аэродромах Лебедина, Смородина и Богодухова шли последние приготовления к погрузке в самолеты. Вспоминает Петр Ниживенко. На аэродроме было много оружия, боеприпасов, продовольствия. Бери, что хочешь. Продовольствия мало кто брал. В основном брали гранаты, боеприпасы. Тепло было, шинели побросали. Бои, говорят, будут четыре дня, не больше. Но зачем за собой таскать шинель? При подготовке к прыжку парашютист надевал снаряжение и оружие. На поясной ремень он надевал патронную сумку, поясную запасную патронную сумку, десантный нож в ножнах, флягу, сумку продуктовую, подсумок для магазинов. После этого надевался противогаз лямкой на правое плечо, парашют, винтовка или автомат. Оружие помещалось в чехол для переноски или обматывалось ветошью. В этом случае особенно внимательно нужно было обматывать дульную часть оружия, чтобы выступающие его части не зацепились за стропы или купол парашюта при его раскрытии. Карабин надевали на плечо, прикладом к верху. Особое значение вооружения десантника занимал нож. Он использовался и для перерезки строп парашюта во время десантирования, и как холодное оружие в рукопашном бою, а также был незаменимым универсальным инструментом в десантном быту за линией фронта. Различные малоразмерные грузы сбрасывались в парашют на десантных мягких мешках. Надежные, жесткие, но громоздкие десантные контейнеры, широко применявшиеся в иностранных армиях, в СССР не прижились. Запасного парашюта не брали. Вместо него на груди висел вещь-мешок, в котором было 200 патронов, пакет с американским сухим пайком с консервами, сигаретами и даже жвачкой, плащ-палатка, фонарик, сигнальный ракет. Одеты все были в гимнастерке, сапоги, а иногда и в ботинке с обмотками. Только за полтора часа до посадки в самолет командиры батальонов и рот узнали о целях и задачах своих подразделений. Причиной тому было обеспечение строгой секретности высадки десанта. Чтобы не насторожить противника, разведывательные полеты наших самолетов за два дня до выброски десанта прекратили совсем. Даже передовым частям нашей армии, уже имевшим плацдармы на правом берегу Днепра, о десанте решили сообщить только после закрепления бригад в тылу врага. И именно в эти дни обстановка в излучине резко изменилась и стала смертельно опасной для десантников. Буквально за два дня в этот район были стянуты полевая, моторизованные и танковые дивизии, которые запечатали плацдарм. Однако ни воздушная, ни агентурная разведка не выявили крупных резервов противника в районе десантирования. Погрузка проходила в спешке, приведшей к неразберихе. Несмотря на значительное количество радиостанций, они были распределены таким образом, что в некоторых самолетах их было по 5-6, а в некоторых не одно. Радиорасчеты, состоявшие из двух человек, нередко оказывались разделенными по разным самолетам. Вспоминает Матвей Лихтерман. «Мой напарник с рацией РБМ попал в один самолет, а я с батареями к рации, аккумуляторами и шифроблокнотом, был в другом самолете». В эти минуты кто-то вспоминал о доме, родных и близких, кто-то дремал, кто-то сидел, максимально сосредоточившись на предстоящем задании. О его огромной опасности никто старался не думать. Транспортные самолеты встретил неожиданно плотный зенитный огонь. Самолеты содрогались от близких разрывов снарядов. Летчики, выполняя противозенитный маневр, бросали свои машины из стороны в сторону, набирали высоту, чтобы уйти из зоны поражения хотя бы пулеметного огня. Но вот загорелась красная лампочка. Сигнал приготовиться. Десантники начали покидать самолет. Вспоминает Григорий Чухрай. «Оказавшись в воздухе, я сначала ничего не понял. Внизу пылал огонь. Горели крестьянские хаты. В свете пожаров белые купола парашютов были отчетливо видны на фоне темного неба. Трассирующие пули роем велись вокруг каждого из нас. Многие наши товарищи погибали, еще не долетев до земли». Под огнем противника многие летчики были вынуждены начать сброс десанта не там, где планировалось. Кроме того, вместо заранее оговоренной высоты около 500 метров, летчики, спасаясь от немецких зениток, выбросили десант с высоты от одной до двух тысяч метров. Вспоминает Матвей Лихтерман. Трассеры зажигательных пуль прошивали парашюты, а парашюты все из капрона и перкали, вспыхивали моментально. В небе сразу появились десятки горящих факелов. Мы видели все. Как падали два подбитых Дугласа, из которых еще не успели прыгнуть бойцы. Ребята сыпались из самолетов и падали камнем вниз. Не имея ни малейшей возможности раскрыть парашют. Впрочем, и те, кому повезло долететь до земли, из-за большой высоты десантирования приземлялись далеко друг от друга. Вспоминает Петр Неживенко. Вся бригада должна была быть десантирована в радиусе 7-10 километров, а летчики ее разбросали на 100 километров от Ржищева до Черкасс. Те, кто приземлились благополучно, старались как можно быстрее найти своих. Сигналом был цифровой пароль 25. Если один десантник кричит 15, то ответ должен быть 10. Места сбора десантников не были оговорены заранее. Командиры должны были обозначить их непосредственно после высадки с помощью сигнальных ракет. Немцы догадались об этом, а возможно имели соответствующие разведывательные данные. Они сбивали с толку десантников, пуская ракеты со всех сторон. Вспоминает Матвей Лихтерман. Натолкнулся на двух десантников с других самолетов. Смотрим друг на друга, ждем сигнала ракетниц. Прошло где-то полчаса. Появились в небе три ракеты. Через минуту такие же три ракеты слева от нас, потом справа от нас, а минут через пять со всех сторон в небо летели ракеты того же набора цветов. И нельзя было ничего понять, кто их выпускает и где место сбора. На аэродромы возвращались транспортные самолеты за следующей волной десанта. Оказалось, что количество топливозаправщиков не рассчитали, и второй вылет самолеты делали не вместе, а по мере готовности. Всего за ночь было выполнено 298 самолетов вылетов вместо 500 запланированных и выброшено 4575 человек и 660 контейнеров с боеприпасами. Вспоминает Матвей Лихтерман. К нам в эту страшную ночь прибилось еще несколько чудом уцелевших десантников. Все пространство вокруг было в белых пятнах парашютов. А через час началась тотальная облава. Утром местность стали прочесывать отряды немцев. С помощью утренированных собак они искали раненых и уцелевших десантников. Немцы искали советских парашютистов даже с помощью самолетов. Вспоминает Петр Неживенко. Утром видим маленький самолет. Костыль. Летает и высматривает где парашюты, где маленькие отрядики и нацеливает подвижные отряды немцев для уничтожения. Через некоторое время подъехала машина. На ней человек 15 немцев. Сошли и начали ходить по кустам. Направились к нам. Идут. Разговаривают. Думают, что тут никого нет. Нас всего 6 человек. Залегли. Распределили цели. Подпустили на 20 метров. Я скомандовал огонь. Из автоматов положили всех до единого. Забрали автоматы, документы, их ходу. У командования отсутствовали какие-либо сведения о судьбе десанта. Из-за неправильного распределения средств связи и радистов по самолетам к утру 25 сентября никакой связи с выброшенными десантниками не было. Стало ясно, что Днепровская воздушно-десантная операция потерпела полный провал. Десант не сможет достигнуть своей основной цель. Захватить рубеж западнее, северо-западнее Великого Букрина и не допустить подхода противника к занятым советскими войсками Плацдармом и Букринской излучине Днепра. В этой обстановке было принято решение о прекращении операции. Уцелевшие десантники без связи оставались один на один с врагом. Вспоминает Матвей Лихтерман Сначала нас было трое потом образовалась группа из 12 десантников. Три дня подряд мы пробивались с боем через сжимающееся кольцо преследователей. Но получилось так, что нас зажали на узком участке. Вышли оврагами всего четверо. Наткнулись на группу комбата майора Жерносекова примерно человек 70. Через день нас немцы снова обложили со всех сторон. Мы снова прорвались, но в группе осталось 14 человек. Ни одной из разрозненных десантных групп так и не удалось установить связь со штабом фронта. В ночь на 28 сентября было выброшено три группы десантников с радиостанциями. Но их судьба осталась неизвестна. Вероятнее всего они погибли. Те, кому удавалось оторваться от преследователей, объединились в крупные отряды. Начинали взаимодействовать с партизанами. Вспоминает Григорий Чухрай. Мы задержали человека в форме полицая. Он назвался партизанами из отряда Ильи Морозенко. Встреча с незнакомым человеком на вражеской территории события, требующие от командира крайней осторожности. Мне повезло. Если бы я ошибся, то сегодня не говорил бы об этом. Василю я поверил. От него мы узнали, что ближайшее от нас села Глинче, Пшеничники, Бучак. Он же рассказал, что недалеко от нас в лесу находится группа лейтенанта Сдельника. Мы объединились с этой группой и стали действовать совместно. Одними из самых сильных отрядов стали группы майора Александра Блувштейна и старшего лейтенанта Сурена Петросяна. 5 октября в лесу, в районе Канева, сосредоточились несколько больших групп десантников. Всего около 1200 человек. Командир 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады подполковник Сидорчук возглавил их и свел в бригаду. Десантники перешли к активным диверсионным действиям. Осуществляли налеты на гарнизоны противника, на автотранспорт, подрывали мосты. Немцы сняли с фронта и бросили на борьбу с десантниками полевые части. Но окружить и уничтожить их им так и не удалось. Хотя наступление советских войск с Букринского плацдарма не имело успеха, именно сюда были отвлечены значительные силы вермахта. В результате Красная Армия получила возможность скрытно перебросить 3-ю гвардейскую танковую армию в севернее Киева и нанести мощный удар с лютерского плацдарма. В ночь на 26 октября 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалка в полном составе переправилась с Букринского плацдарма на левый берег Днепра. Чтобы скрыть от противника уход с плацдарма на север танковой армии и артиллерии, оставшиеся войска изготовили и расставили многочисленные макеты танков и орудий. Сделано это было столь мастерски, что по скоплениям этих макетов авиация и артиллерия противника усердно наносила удары вплоть до перехода советских войск в наступление севернее Киева. Оказавшись на левом берегу, танкисты совершили скрытый форсированный марш на расстоянии около 200 километров. Танки шли полным ходом с выключенными фарами. В ночной тишине рев двигателей колонны был таким огнушительным, что казалось, враг неминуемо должен узнать о маневре. Но этого не произошло. Вскоре 3-я гвардейская танковая армия переправилась через Десну и вновь через Днепр на плацдарм у города Лютиш севернее Киева. Наступление с Лютишского плацдарма началось 3-го ноября. Перед рассветом танки генерала Рыбалка пошли в атаку с включенными фарами и воющими сиренами. Эта мощнейшая психологическая атака заставила противника начать отступление. Прорвав оборону противника 6-го ноября советские войска освободили город Киев. Колокольник Киево-Печерской Лавры встречали победителей звоном. А Москва отметила освобождение столицы Украины орудийным салютом. Но только через 8 дней бойцы 5-й воздушно-десантной бригадой соединились с войсками форсировавшими Днепр. Многие десантники были награждены орденами и медалями Александр Блувштейн и Сурен Петросян были удостоены звания Героя Советского Союза. Вспоминает Юрий Корякин Вообще мне не везло с наградами. В 45-м спас своего командира взвода, который тонул на переправе. А за спасение командира полагалось награждение. Снова не дали. У меня, конечно, есть орден Красной Звезды. Медаль за отвагу, но наград немного. Правда, солдату много и не положено было. Орден Красной Звезды учрежден в 1930-м году. Им награждались как военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, так и воинские части, военные корабли, предприятия и организации. Он вручался за большие заслуги в деле обороны Союза СССР как в военное, так и в мирное время за обеспечение государственной безопасности. Первым кавалером Ордена Красной Звезды стал командарм первого ранга впоследствии маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Награждение за блестяще проведенную годом ранее операцию по отпору китайской агрессии на китайско-восточной железной дороге состоялось в мае 30-го года. За время Великой Отечественной Войны ордена Красной Звезды удостоены более 2 миллионов 860 тысяч человек. Шесть орденов Красной Звезды украшают грудь подполковника Василия Васильевича Силантьева. Отличившись в Орловской операции в августе 43-го лейтенант получил первый орден. Он вытащил из подбитого Т-34 раненого танкиста, а позднее пригнал в расположение советских войск немецкий танк Т-4. Четвертой звездочкой Силантьева наградили в мае 45-го. После войны авторитет ордена несколько снизился, так как его начали вручать военнослужащим за выслугу лет. Отмена этого распоряжения в 1958 году вновь подняла престиж награды. Последнее награждение орденом состоялось 19 декабря 1991 года. По архивным данным, за время боев в тылу врага, десантники совместно с партизанами истребили свыше трех тысяч гитлеровцев, в 19 местах подорвали железнодорожное полотно, пустили под откос из 15 эшелонов уничтожили 52 танка, 6 самоходных орудий, 18 тягачей, 227 различных машин и много другой техники. Войска шли к границе СССР, шли вперед и десантники. И хотя большей частью им приходилось сражаться, как простой пехоте, они не снимали синих пилоток, оставаясь крылатой гвардии своей Родины.